Пришедшие на встречу учащиеся видновских школ, жители и герои программы цикла «Живая летопись района», постоянно проводимая в историко-культурном центре, с большим интересом и вниманием всматривались в кадры старой хроники и фотографии людей, которые молодыми сразу после войны продолжили строительство завода, пускали его и строили наш город. У школьников они вызвали неподдельный интерес, а старшему поколению навеяли воспоминания тех далеких лет, когда они молодыми пришли работать на завод, отдав ему долгие годы своей жизни. Мы появились здесь в 1951 году отца моего Фальчинского, Антон Романовича, перевели с газопровода Саратового склада на пуском с газового завода. Был начальником газокомплексорного цеха. В 80-м году, когда Олимпиада была, мы строили мотобольное поле, опять же, все принимали участие. Ну и всю инфраструктуру, профилакторий завод строил, пионерский лагерь у нас был, все-все-все, все благодаря заводу. Сегодня говорили о коксовом цехе, о развитии коксового производства, а потом стране понадобилось минеральное удобрение. И я закончила институт, это Академия низких температур, работала в отделении синтеза АМИАК, и приехала сюда, чтобы помочь работникам завода развить это производство. С 1959 года до 1978 года я работал бригадиром слесарей. Этой специальностью, что я работаю, я ей до сих пор горжусь. То есть я могу выполнить, можно сказать, любую слесарную работу. На встрече присутствовали ветераны завода и ветераны-фронтовики, которые после войны трудились на заводе. В силу своего возраста не смог прийти на встречу Василий Иванович Иванов в связи с на фронте и в мирное время. Но была его дочь Юлия Васильевна, руководитель студии «Пантомимы». Ее воспитанники выступили перед собравшимися. Много всего понравилось в том, что ветераны сами нам рассказывали о том, что было тогда, раньше. И я даже представить себе не могла, что мой преподаватель по «Пантомиме» калибре, Виноградова Юлия Васильевна, дочь ветерана Московского коксо-газового завода. Я вот когда это услышала, у меня сразу были радостные эмоции. Вот как-то сразу и улыбка, и удивление. Я очень удивилась. Ведущая встреча Раиса Погорелая и Владимир Меньшов рассказывали еще очень много интересного. О том, как трудились рабочие, как отдыхали. Ребятам был задан вопрос, какими же качествами обладали первостроители города и передовики производства. Свои ответы учащиеся написали на доске. Трудолюбие, отзывчивость, любовь к родине, целеустремленность. Именно такими они и были. Встреча с ветеранами завода называлась «Путь в профессию». У каждого он свой. У нынешнего поколения другое время. Но и они уже знают, чего хотят. Я выбрала уже свою профессию, свой дальнейший путь. И я восхищаюсь теми людьми, которые сейчас сидят в зале. Под музыку замечательной песни «Белый танец» одной из любимых старшего поколения, символизируя продолжение лучших традиций, ветераны и молодые люди закружились в вальсе. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Белый танец. Белый танец. Субтитры создавал DimaTorzok